Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Как всегда, новый день встречаем вместе с передачей Утренний Фрэш. Меня зовут Влада Васильева. Мы начинаем. Сегодня не забудьте взять с собой зонты. На территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность и дождь. Днем столбики термометров поднимутся всего до 20 градусов тепла. Ветер юго-западного направления скоростью до 7 метров в секунду. Библиотека имени Ленина предлагает проводить август с романсом. Сегодня вечером состоится концерт под названием «Всегда в моем сердце». В программе произведения прошлой эпохи и современных авторов. Этот вечер будет наполнил светом очарования и легкой грусти. Ведь романс по-прежнему трогает терца и в то же время дарит ощущение умиротворения. Слушатели будут ждать в актовом зале библиотеки. Начало 18.00. В Беларуси до 5 сентября проходит акция «Внимание, дети». Она проводится для привлечения внимания к детской безопасности на дороге и повышения бдительности водителей и родителей. В эти дни автомобилистам необходимо включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. А также водителям следует быть особенно внимательными во дворах, около населенных пунктов и школ. А родителям не лишним будет напомнить юным участникам дорожного движения правила безопасного поведения на улице и следить за тем, чтобы дети их соблюдали. В ближайшем выпуске ток-шоу главная тема ведущая Александра Гавейко и гости в студии будут говорить о вступительной гонке 2020-го. Анализировать работу приемных комиссий, активность и подготовленность абитуриентов. Какие специальности жители региона видят перспективными, что предлагает высшая школа и профтехобразование. А об этом и не только. Сегодня в 9.05 и 15.35 на телеканале Беларусь-4 Гомель. Сегодня в эфире телеканала Беларусь-4 Гомель очередной выпуск программы «Бизнес-план». Телезрители отправятся в Гомельский район, чтобы познакомиться с Ольгой Бахметовой. Юрист с 20-летним стажем однажды решила кардинально изменить свою жизнь и начала печь хлеб. Что из этого получилось, узнаем из первых уст. Включайте телеканал Беларусь-4 Гомель в 19.15. В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственная, социальная и культурная темы раскрываются через конкретных героев. Работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал Беларусь-4 Гомель в 19.30. По вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор с интересными гостями в студии. Включайте телеканал Беларусь-4 в 20.25. Не упустите хорошую возможность провести вечер со своей семьей у телеэкрана. Далее к другим интересным новостям. Речайшую белую косатку посчастливилось увидеть туристам в прибрежных водах города Питерсберга, Аляска. Окрасть животного определен частичной потерей пигментации кожного покрова. Такая аномалия считается очень редкой. Даже ученые за годы работы могут ни разу не увидеть такую особь. Поэтому туристы, конечно, были поражены, когда косатка выпрыгнула из воды. В одном из старинных особняков во Франции была обнаружена комната, куда никто не заходил более века. Дом, который долго пустовал, купила на аукционе молодая семья. Когда новые хозяева начали делать ремонт, заметили лишние окна на фасаде. Значит, внутри было скрытое помещение. И действительно, после того, как убрали несколько стен, в доме обнаружилась еще одна спальня. Как выяснилось, в нее 102 года не ступала нога человека. Новые владельцы дома решили ничего не менять в помещении. И в дальнейшем планируется рассказывать историю этой комнаты, проводя экскурсии. Девушка-скульптор из Японии поделилась фотографиями, которые покорили сердца пользователей интернета. Она создает скульптуры из дерева, а главным прототипом для них становится ее пес. Как-то раз девушка решила показать своего любимца широкой аудитории, но тот не разделял ее желания. Поэтому замаскировался, и получилось это у него превосходно. В тот день собака отказалась позировать на камеру и отправилась в комнату со скульптурами. Там пес и замаскировался. Но это только усилило интерес кадрам. Согласитесь, найти собаку на этой фотографии можно лишь при внимательном рассмотрении. Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Нотариус Елена Харланова ответит на вопросы, которые могут возникнуть при передаче денег в долг. Не переключайтесь. Сделка, по которой дают деньги в долг, называется договором займа. Это договор, согласно которому взаимодатель передает заемщику определенную денежную сумму, либо иные вещи. А последний, то есть заемщик, в свою очередь, обязан вернуть такую же сумму денег. Договор займа должен быть заключен в устной форме, в простой письменной форме, либо в письменной форме, и еще удостоверен в нотариальном порядке. В случае, если сумма займа превышает 10 базовых величий, установленных законодательством, договор займа подлежит обязательной письменной форме. Также обязательной письменной форме подлежит договор займа в случае, если стороной по сделке является юридическое лицо. Расписка же – это простая письменная форма договора займа. В случае, если вы заключили договор займа в простой письменной форме, то взыскать долг путем совершения исполнительной надписи у нотариуса вам не представится возможным. В данной ситуации это спор, который сможет рассматривать только суд. В случае же, если вы хотите обращаться к нотариусу за бесспорным взысканием денежных сумм, вам необходимо заключать договоры в нотариальном порядке для того, чтобы вы смогли всегда обратиться с заявлением о бесспорном взыскании денежных сумм со своего должника. Для этого вам придется всего лишь навсего подать заявление нотариусу и предоставить нотариально удостоверенную сделку, на основании которого возникло обязательство по выплате. Согласие должника на взыскание долга в данной ситуации не требуется. Нотариус совершит исполнительную надпись в той валюте, в которой был заключен договор займа. То есть, если вы заключили договор займа в иностранной валюте, в евро, либо долларах США, то, конечно же, нотариус ученит исполнительную надпись именно в этой валюте. Как провести остаток лета с пользой? Своими идеями на этот счет с нами поделились гомельчане. Они дали немало дельных советов и рассказали о проверенных и практически незатратных видах досуга. Я руководитель школы и клуба скандинавской ходьбы в Гомеле «Белые ходоки». В скандинавскую ходьбу я пришел благодаря усилиям своей жены. Это она первая обратила внимание на этот вид физической активности, ну а я ее, в общем-то, поддержал. И год мы ходили самостоятельно, нам это очень нравилось, но чем дольше мы ходили, тем больше понимали, что мы делаем что-то не то, и нам необходимо более углубленно изучить этот процесс. Скандинавская ходьба практически влияет на весь наш организм. Это укрепление сердечно-сосудистой системы, и дыхательной, и мышечный корсет. Ограничений не существует. Что касается детей, здесь, пожалуйста, милости просим. Я бы никому не рекомендовал ходить с палками по городу, по тротуарам, там, где ездят машины. Все-таки лучше выбирать какие-то парковые зоны на природе. Это был «Утренний фреш» на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Хочу пожелать всем только хорошего настроения и улыбок окружающих людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова